Культурнообразовательный центр универсум представляет В сегодняшнем выпуске нашей программы вы как раз увидите некоторые обычаи и традиции кыргызского народа. Познакомитесь с выражениями извинения и диалогом в Бюро бытовых услуг. Итак, сегодня в передаче. Устойчивые выражения из повседневной жизни. Кыргызстан как кошки лениздер. Приключения иностранцев в Кыргызстане. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Интересные факты из истории и культуры Кыргызстана. Приключения иностранцев в Кыргызстане. С, Д, У, Ю, Ф, Х, Ц, Ч, Ша. Аджирату Бельгиси, И, Джумшарту Бельгиси, Э, Ю, Я. Р, Роза, Ракета, Радио. Приключения иностранцев в Кыргызстане. 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 Извините за поздание. Sorry for being late. Простите, что заставил вас ждать. Sorry for keeping you waiting. Sorry for disturbing you. Sorry for interrupting you. Извините, что я сижу к вам спиной. Excuse my back. I meant no offense. No offense intended. Мен сезде тарынтқым келген емес. Ачыулан баңыз. Капылан баңыз. Несертейтез. Don't get cross with me. Ачыулан баңыз. Ачыулан баңыз. Капылан баңыз. Капылан баңыз. Эш нерсемес. Бары жайында. Нече о, все в порядке. That's quite alright. Эш нерсемес. Бары жайында. Бары жайында. Капылан баңыз. Бұл сізді ойланд баңыз екесе. Бұл сізді ойланд баңыз екесе. Бұл сізді ойланд баңыз екесе. МЕН ТАРЫНГАН ЧОК МОН МЕН ТАРЫНГАН ЭМЕС МОН Я НЕ DIS notes Я НЕ БЕД Можете ли вы починить мне мои сапоги? Could you repair my boots? Похоже, я сломала каблук. It looks like I've broken the heel. Давайте посмотрим. О, это ведь Кыргызская национальная обувь. Let's look. Oh, it looks like Кыргыз national shoes. Кыргызстын улуттук буткеми турваевы. Кыргызстын улуттук буткеми турваевы. Кыргызстын улуттук буткеми турваевы. Кыргызстын улуттук буткеми турвы. Кыргызстын улуттук буткеми турвы. Кыргызстын улуттук тюкдя хилене. Кыргызстын улуттук буткеми турвы. Не могли бы вы под 후�vuева дверее, Элгоызстын улуттук буткеми турвы айталий буткеми турвы. В таком случае мы лучше прибьем новый каблук, а заодно пришьем и это место. I will also sow this place. When will it be ready? When will it be ready? If you're saying for the holiday, we'll try to have it ready faster. What are you doing? All the customs and rituals of the Kyrgyz people represent a rich ethno-cultural complex and may be roughly close. The customs and rituals associated with the stages of human life, with matchmaking, engagements, weddings, funerals and the memorial cycle, the calendar, nomadic migrations and material aspects of their way of life. The birth of a child was considered the most important and joyous event in the life of a family and the clan. When a child was born, there were a number of customs. This is Suyuncu, an announcement with the purpose of getting a gift for a happy birthday, such as Suyuncu, message of the good news, so that gifts for the family must be prepared. Kyrgyz people are given for the right to see the newborn for the first time. Jintek or Besiktoy. Celebration organized for all relatives to first meet the newborn. Особое значение придавали наречению имени, Atkoyu, а также обряды укладывания ребенка в колыбель. Particular importance was attached to the naming ceremony, or Atkoyu, and to the ritual of laying the baby in the cradle. The matriarch of the family, laying the child in the cradle, says, Meninkollu memes, umayene ninkollu. These are not my hands, but those of mother Umay. Umayene, uykube, beshikeysi beksakta. Mother Umay, bring a deep sleep to the cradle's master and watch over him. Когда ребенок начинал делать первые самостоятельные шаги, устраивали празднество тушокесю, обряды, посвященные первым шагам ребенка. When a child begins to take the first steps on his own, a ceremony called тушокесю, or first steps ritual, is arranged. The child was brought out before the yurt, his legs bound by white and black woven ropes, which symbolized the two worlds of light and darkness. Устраивался забег, джарыш, сначала среди детей, потом взрослых. A foot race, or джарыш, was then held, first among children and then adults. Прибежавший первым, брал в руки нож, разрезал шпоты на ногах ребенка и помогал ему сделать первые шаги. The first runner to reach the child, taking a knife and cutting the bounds on the child's feet, helped him to take his first steps. Обычаи и обряды, связанные со сватовством, помолвкой и свадьбой, представляют собой уникальное явление культуры кыргызского народа. The customs and rituals associated with courtship, betrothal and marriage represent a cultural phenomenon unique to the kyrgyz people. Изданной существовал обычный добрачных свиданий с женихом и невестой, кью-е-ле или уйдюн-джанна-бару, затевание или знакомство с зятем. Since long ago, there was a custom of premarital visits by the bride and groom, кью-е-ле или уйдюн-джанна-бар, or getting to know one's future in-laws. В день приезда родителей, родственников жениха, воели отца-невесты устраивали грандиозный свадебный пир – кызузату. On the day, when the groom's parents arrived, the groom's relatives in the bride's father's camp held a grandiose wedding feast – кыз-узату. После переезда бау жениха устраивались такие обрядовые действия, как переодевание свадебного головного убора. Вместо шоку-ле на ее голову одевали или чек – белый тюрбан, посвящение огню – отхол-гер-гезюю, заключение брака – некер-гюю, смотри на невесты – герингу-рюю, назначение посаженных родителей – укулата, укулене и другие. After they moved to his village, the husband arranged such ritual actions as replacing the bride's headdress from the шоку-ле, worn on her head previously, to эле-чек, or a white turban, a dedication sitting by the fire, отхол-гер-гезюю, confirmation of the marriage, нике-гюю, viewing the bride for the first time, келин-герюю, appointment of guardians for future old children, окул-ата, окулене, etc. Кыргызы делили жизненные события, обстоятельства, на джахшалок, празднества и джамандык – горести. The Kyrgyz shared in one another's fortunes, in джахшалок, or celebrations, and джамандык, or sorrows. Обычки и обряды, связанные с похоронопоминальным циклом, были очень важны для Кыргызов. Смерть близкого человека считалась трагедией семьи, рода. Когда умирал молодой человек, через верхние остов юрты, выставляли шесть с красным флагом. Если человек средних лет, с черным флагом. Если умирал старый человек, то выставляли с белым флагом. Это был ритуальный знак для пребывающих на похороны гостей. When a young man died, a red flag was raised through the yurt's roof aperture, or tunduk. A black flag upon the death of a middle-aged man, and a white flag for an old man. It was a ritual sign of invitation to a funeral. Все женщины в юрте сидели лицом к стенкам и громко причитали покойного – Koshok Aytkan. All women in the tent sat facing the wall and loudly wailed of the deceased – Koshok Aytkan. Похороны поминальных обрядов Кыргызов проявляли самые лучшие, благородные черты народа – сопереживание, общее состояние траура. В горах у людей ценится, прежде всего, способность к сотрудничеству, самоотверженности, самопожертвованию. Эти черты характера – это дань, прежде всего, суровым условиям их жизни. Возможно, поэтому горцы в трудные моменты человеческой жизни всегда оказывались надежными и верными товарищами. О гостеприимстве про вызов можете убедиться при посещении этой страны. Кыргызов и воспринимать их легендарную госпитальность для себя. Я также участвовал в обряд Тушо Кесю. Но, к сожалению, юные бегуны оказались проворнее меня. Желаем мира и благополучия вашей семье. Мы желаем peace и здоровья для вашей семьи. Вы желаете вам счастья и здоровья вам счастья и здоровья к твоему семье. Вы желаете вам счастья и здоровья. в комментариях бюджет и здоровья сейчас вам счастье и здоровья Продолжение следует...